Это к вам. Так вот, я очень важную функцию сегодня исполняю, потому что, как вы видите, сцена усеяна большим количеством различных технологических приспособлений, и чтобы они заиграли, нужно потратить какое-то время. Коллективов сегодня будет много, и каждому из них нужно время на то, чтобы включиться. Вот именно это время я и буду у вас сидеть на ушах, рассказывать много интересного и не очень. Итак, значит, портал скрипач.ру существует... Кстати, сколько времени он существует? С 2005 года. Ну, в общем, можно сказать, уже не мальчик. Уже где-то как-то ушел. И на этом портале вы можете всегда увидеть наиважнейшую информацию об лучших скрипачах, я не побоюсь этого слова, города Москвы, АТО и России. Там, естественно, лежит их музыка, описание, ссылки на их собственные сайты. Но самое главное, там очень много информации для начинающих скрипачей, для людей, которые интересуются этой музыкой. Там есть и минусовки. Вы когда закончите подключаться, вы же мне дадите знак, да? Хорошо, топните там или слесните. Так вот, ну, я действительно интересные вещи говорю. Там минусовки замечательные лежат, ноты, записи известнейших скрипачей, потому что не зря этот портал существует. Скрипичная музыка, она, мне кажется, слегка особенная. Здравствуйте, девушка. Рады вас видеть? Проходите, пожалуйста, вот туда, где сидит человек в красной рубашке. Его просто в темноте заметнее, чем всех остальных. Да. Так вот, и скрипичная музыка, она особенная. И сейчас, на мой взгляд, инструмент скрипка переживает второе рождение. И мы сегодня отчасти будем свидетелями вот этих схваток, да? Потому что, как получилось? Скрипка на протяжении нескольких столетий была инструментом номер раз, второлевый музык, как известно. И затем, буквально в середине 20 века, с появлением возможности электроозвучить гитару, гитара вышла на первый план. И сейчас, хотя вот этот парадокс, на самом деле скрипку озвучили примерно в то же время, то есть, ну, невелика премудрость, естественно, а скрипку поставили тоже датчик, и чтобы ее тоже можно было громко включать. Но, тем не менее, гитара вырвалась на передний план, и вот только можно сказать сейчас, скрипка возвращает себе эти позиции. То есть, она тоже освоила все эти премудрости, все эти вот многочисленные приспособления. Но все равно, естественно, будучи скрипачом, мне кажется, что скрипка инструмент лучше, чем гитара. Ну, и тут не так много гитаристов, и я еще, может быть, успею убежать. Но, тем не менее, она обладает огромным количеством возможностей. Конечно, сравнивать мы не будем. И вообще прекрасно то, что музыкантов нельзя сравнивать как спортсменов. Когда спортсмены соревнуются, там понятно, кто на первом месте, кто на втором, кто на третьем. Музыкантов это невозможно так распределить. Музыканты, они или хорошие, или плохие. Сегодня только хорошие будут представлены вашему вниманию. Поэтому наша главная задача... Вы готовы уже? Молчите. Наша с вами, дорогие друзья, главная задача – это громче хлопать на сцене Джанго Пэн и Георгий Осмоловский. Так получилось, что начинает концерт самый опытный скрипач на сегодняшнем составе. Пожалуйста. Спасибо, что вы все сегодня пришли, нашли время в такое, значит, тяжелое для страны, когда у нас скоро референдум, вот, или в Крыму скоро референдум, вот. И, в общем-то, мы тут проводим фестиваль скрипки. Мы будем играть сегодня музыку 30-х, 40-х годов. Вечный зеленый, может быть, где-то старый скоро исполнится 100 лет, но, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Играет музыка 30-х годов. Играет музыка 30-х годов. Играет музыка 30-х годов. Играет музыка 30-х годов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 Спасибо за просмотр! И с ним уже договорились, что он заводит свою страничку на нашем портале скрипач.ру. У меня вопрос, Vincent, what do you want to say about Russian musicians and Russian women's tour? It seems to me that you know a lot of information about both of these big teams. I know Russian musicians and Russian women. So they are both очень хорошо. I have to say, you know, really here by my trips in Russia, I can notice that the musicians have very good dexterity and a very deep soul. So both together makes very good music. And it's because of this big region that I like to come here very often in the Russian moment, of course. Vincent Millieu. Спасибо большое. Вот, если никто не понял, сказал, что вообще не ожидал, что у нас тут так все хорошо, и с первым со вторым, и с женщинами, и с музыкантами, что душа у нас широкая, и что играем мы хорошо, да, Дмитрий Анатольевич? Кстати, дорогие друзья, но вот пока они еще не до конца ушли. На контрабасе играл Марк Айдар, на гитаре играл Дмитрий Купцов, и на второй гитаре играл Герби. Гошагашвили. Гошагашвили. Видел этот палки Кашгарасской на сайте фамилии, в сложности... Герби, прости меня, пожалуйста. Гошагашвили, дорогой. Значит, это группа Django Band, начинается с буквы D, и Django Band.com их сайт. Мало того, хотелось бы вот что сказать, что этой группе исполняется пять лет, на следующей неделе будет это торжественно отмечаться, событие 22-го числа в клубе «Дом у дороги». Пожалуйста, запомните эту информацию и милости всех. Ждем, просим заходить на огонек «Дом у дороги» 22-го числа. Кать, во сколько? Восемь часов вечера. Очень все удобно. Кроме того, компакт-диски этого ансамбля. Можно, как, впрочем, и все остальные компакт-диски сегодняшних исполнителей, купить на парной стойке, или вот у этой прекрасной девушки с огромными глазами. Винсент 22-го будет с нами. Я считаю, что это обстоятельство нужно наградить отдельными аплодисментами. Вообще оставался бы тут подольше, да? Винсент... А, вот Дмитрий Анатольевич Купцов интересуется, может ли он отключить комбик. Видите, мало того, что хорошо на гитаре играет, еще и вежливее. Так. Тем временем на сцене устраивается следующий коллектив, который заслуживает пристальнейшего внимания, ибо... Ибо... Гитарист Анатолий Мочеленко. Он еще ничего не сыграл, но можно ему уже похлопать, потому что он авторитетно заявляет. Прекрасный музыкант. И сейчас будет что-то необыкновенное. Но самое главное, не, так сказать, ущерб Анатолия Мочеленко, хочется заметить, что на сцене появился основатель... Как это вы помните? Основатель и завоеватель города мастеров. Итак, основатель портала Скрипач.ру, великолепный скрипач Георгий Баранов. Ваши аплодисменты. На гитаре он тоже играет, он аранжировщик, композитор, педагог, певец, и еще танцует великолепно, без всякого сомнения. Кроме того, сегодня мы на этой сцене услышим и увидим некий эксперимент. Да, Георгий? В чем будет состоять эксперимент? Они видят друг друга в первый раз. Поэтому... Да. А, да, на прошлом фестивале Толик был, да. Вы виделись. Ну, с тех пор не встречались. Не встречались. И вот решили отметить годовщину встречи с сегодняшним выступлением. Так что, дорогие друзья, нас ждут опасности и приключений. Георгий Баранов, Анатолий Мачуленко. Ваши аплодисменты. Сейчас будет нечто. Анатолий Мачуленко. Сейчас будет rerudos. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Продолжение следует... 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 которые, в принципе, могут уже выходить, чтобы подключаться, если им это надо, но их как бы еще нет. Итак, сегодня у нас сейчас будет такая молодежная музыка, прям прогрессивная, продвинутая, я бы сказал, музыка 21 века. И хотя начнет ее исполнять один прекрасный музыкант, затем к нему прибавится еще одна не менее прекрасная музыкант, которые вместе составляют проект «Игры и сны». Как Игорь сказал, за игры отвечает он, а за сны, естественно, отвечает София Бридж. Это я немножко забежал вперед, но просто не хочется встревать в их шоу и своими лишними совершенно словами вас отвлекать. Итак, на сцене у нас замечательный совершенно скрипач Игорь Заливалов, который... Тут про него очень много написано на портале «Скрипач Руба», вы можете почитать все подробнее, но могу только сказать, что этот человек играет на множество инструментов. Закончил консерваторию, что отдельно достойно всяческого уважения. Принимал участие в огромном количестве замечательных концертов, гастролей и оркестров. В частности, действительно участвовал в джеме с жанром «Пойти», когда приезжал сюда в 2006 году. Ну, а что касается... Ну, это я так выбираю какие-то фрагменты. Тут, на самом деле, информация вся... Вот с Астинга выступал в 2011 году. Пишет музыку для кино и спектакля, что совершенно неудивительно, потому что музыка абсолютно волшебна, и под нее хочется подложить видеоряд непрерывно. Ну, хотелось бы сказать, что в этом году ансамбль «София Бридж», да, называется, в принципе, «Игры и сны» выпустил альбом, который, опять же, можно за барную стойку приобрести по невероятно низкой спекулятивной цене. И коллектив в этом году, ему исполняется ровно 7 лет, и уже исполнилось. Да? Ну, тут написано 7. Ну, извините, я был жертвой печатного слова. Итак, друзья мои, Игорь Залевалов, ваши аплодисменты, затем появится София Бридж. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Итак, мы начинаем. Фантазия на каприз номер 10, на кого погодили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Сейчас будет контрастная композиция, которая посвящается Московскому метрополитену. Она так и называется – метро. Спасибо! 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 Это было метро. Московское метро. Здесь наша композиция называется «Дождь». 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 Продолжение следует... 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 Кстати, у тебя уже на моей памяти пятая, по-моему, эта скрипка. Ты знаешь, какая из них лучше? Или так просто чисто перебираешь ради любви к процессу? Итак, как вы понимаете, произведения, которые сейчас прозвучат с этой сцены, все без исключения посвящены любви, тем более ее такой особенной сибирской разновидности. Готовы или еще поболтать? А? Белый острог, фантастика, ребята. Слушаем. Готовы или еще поболтать? Готовы или еще поболтать? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 По музыке гитариста Джимми Хендерс, композиция называется «Вместе с жимом». «Вместе с жимом» 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 Музыка будет камерная, джазовая, как раз фанк-илайна сегодня не будет, но тем не менее, думаю, что это вроде фанка будет в конце во время джаза. Музыка будет камерная, джазовая, как раз фанк-илайна сегодня не будет, но тем не менее, думаю, что это не будет. Это будет презентация нашего сети, которую мы записали, а сейчас краткий вариант, одна минута специально для фестиваля скрипач.ру. Музыка. 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 И сейчас тоже пьеса нашего нового альбома, который презентуется 2 апреля, и она называется «Снова вместе». Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья мои, все великолепные обладатели скрипичных инструментов Выходим на сцену, потому что настал момент Слиться всем с финальным экстази Игорь, Софья, Жора, Артем Пока ведь не позовешь, сами не встану Давайте, давайте, Денис, куда ушел В общем, кто жив еще, у кого музыкальный инструмент с собой Давайте на сцену Ооо, все идут, отлично Сейчас будет финальный джеб Ну, дорогие друзья, от вас, которые, я понимаю, нас не так много Но в зале сидят настоящие ценители, настоящие прекрасные искусства Вы понимаете, что нужно делать, свистеть, хлопать, топать ногами И разнообразные выкрики на разных языках Только приветствуются, только приветствуются Даже если они не ритмичны Игорь, Софья, Софья, Софья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь, Софья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Симон 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 Добавил субтитры Симон